Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 августа и чем ближе к осени, тем больше созревают у нас в открытом грунте больших, огромных, крупноплодных томатов. Я вчера собирала вот этот вот бердский крупный, чудо земли, тут вот у нас сибирское яблоко, король гигантов, инна. Но если про король гигантов и про инну, я в прошлом году снимала видео обзоры и все-все подробно о них рассказывала, то вот именно чудо земли, сейчас передвинемся сюда, чудо земли я выращиваю первый год, и я действительно хотела посмотреть, выращиваю по рекомендациям своих знакомых, хотела посмотреть действительно ли совпадает с описанием, потому что там описаны такие большие плоды. Сейчас прочитаю, чудо земли, среднеспелый, индетерминатный сорт с громадными малиновыми чудо-плодами. Вот меня это подкупило, что громадные чудо-плоды, думаю, посмотрю-ка я, растение высотой до 2 метров, прекрасно подходит для выращивания в теплицах или в открытом грунте, с обязательной подвязкой к опоре, плоды ровные, округло-плоские, насыщенные окраски, супер крупные, массой до килограмма, до 1,2 кг могут быть. Нежного десертного вкуса, пригодные для употребления в свежеведе зимних заготовках, на 1 квадратный метр размещают 3 растения, выращивают в 1-2 стебля с подвязкой. Я специально посадила и в открытом грунте, и в теплице, посмотреть, вызреет ли у нас в сибирском регионе, потому что здесь вот снежинка нарисована и написано «Испытано Сибирью», но это когда выходит, что подходят они нам, когда не подходят, вот я решила испытать. Действительно, в открытом грунте вызрели плоды, плоды очень крупные, вот такие вот, хорошие, тяжелые, вот настоящий такой классический томат, но единственное, что в этом году у нас были не очень хорошие условия, неблагоприятные, и при высадке в грунт у них уже были цветочки, первую кисть потеряла чудо земли, а потом была жара, потом что-то начался дождь, и вот плоды получились, как там написано, что они должны быть выровненные, они получились не очень выровненные, вот этот, например, ровный, а это, видите, с какими-то немножко скорявками, и после того, как у нас началась дождевая погода, конечно, на них появились трещинки, но все равно, это большое достижение для томатов, чтобы сформировать вот такой плод, вот это уже вторая кисть, как я сказала, что первая у нас отвалилась из-за холода, из-за мороза, сформировать такой огромный плод, чтобы он успел налиться, созреть, вот сейчас они уже переспелые, я их сняла для того, чтобы семена из них взять, ну, на будущий год, думаю, что семена будут хорошие, потому что плоды качественные, спелые такие, но он очень высокий, конечно, он высокий, двухметровый, у меня он в коловой культуре на улице, ну, и в теплице, в принципе, тоже, но в теплице нет ветра, а на улице его вот так колышет, двухметровый этот гигант, и большой куст, и большие плоды, кто не боится связываться с огромными вот такими высокими кустами, которые вырастают выше огородника самого, я вот даже вверх на него смотрю, пожалуйста, высаживайте, выращивайте, действительно, большие плоды, надеюсь, что они вкусные, я вот одну помидорку ела, но так как я ем всякие, очень много сортов в один день, я даже сейчас не могу вспомнить, какой он был, чем-то отличался он или нет, но потом, когда вот следующие кисти созреют, я специально для вас сделаю видео дегустацию, и прямо на камеру буду делиться, какой вот в данный момент помидор буду есть, о нем и буду говорить, сладкий он, не сладкий, мясистый, не мясистый, когда я ем наспех, просто так для еды, я сильно не различаю, какие у них вкусы, они мне все нравятся, все, вот этот был видеообзор сорта Чудо-Земли, не стала на улице описывать, потому что у меня там очень плотные ряды, я не подступиться не могу, только лежа или сидя на четвереньках нужно, а вам же нужно главное плоды посмотреть, вот плоды во всей красе, и очень хороший поспел, в следующем видеоролике буду рассказывать, вот сибирское яблоко отличается от других, жемчужно-розовой окраской, тоже очень хорошие плоды, вызревают у нас в сибирском регионе, это сибирские сорта, сейчас буду рассказывать о нем и о бердском крупном, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это летний видеообзор крупноплодных сортов томатов, которые могут вызреть в холодном регионе, в открытом грунте, без теплицы,